ребята у степана тоже чистый четверг а как вы думали надо же мыть а то он после операции у нас еще не мытый я боялась пока шестка у него не отросла вот так поплачь поплачь чистый четверг степан надо всем мыться понимаешь мама сейчас шампунькой тебя польет да мальчика надо постирать помыть да вот так мы спокойно стоим да да страшно немножко немножечко страшно ну что же делать а кому легко степан кому легко стоим 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 ждем ждем тихо боль тёпа нельзя скакать нельзя но я ж не буду тебя на сильно держать давай будем стоять водичка тепленькая хорошая стоим 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 ой страшно ой страшно ой зато будешь чистеньким а то у тебя шерсть уже серая я же вижу людям показывать тебя стыдно ну шо ж ты такой у меня серенький весь тёпа стоим стоим ждем надо вымыться хорошо мылка смыть ты же будешь лизаться да вот и все главное в ушки не попасть мордочку помоем тоже чтобы глазки были чистые ай дуришка ты моя все 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 громкий голос у степана все давай для полотенца сейчас мы завернем завернем чуть-чуть все мы ушли ребята степан уже чистый а вы доброго дня витя держит его ждет надо его повытирать он никогда не дается вытираться а воды ж на нем много и сейчас по всей квартире намочит поэтому ведь я его как это знаете как жулькает жулькает в полотенечко махровое держи степочка вытирай лапочки как ребеночка годовалова да все чистота залог здоровья степочка да все с глазами боже намочили скажи да намочили нам или нам или чистого кота завтра у нас будто бы отключают батареи поэтому сегодня вот так поэтому сегодня решила его выкупать особенно чем праздник такой даже деток купают мой он побежал вот и теплые батарейки он сейчас быстренько высохнет и вот так ребятки день начинается всех вас чистым четвергом мойтесь умываетесь намываетесь мы со степой уже намылись но еще раз здравствуйте поближе помыли степашку все он облизывается ходит по квартире все нормально у нас с утра льет дождь вчера лил сегодня льет ну в общем да украину заливает заливает дождями но это и предвиделось там по погоде все это мы знаем и скажем так дочь сейчас младшая с утра звонила говорит мама иду с собакой гуляй ноги топнут в грязи настолько пропиталась земля водой что уже переизбыток пропитки дождями на завтра будто бы дождика нет а вот на воскресенье непонятно у каждого разные я уже даже и гуглила что там на воскресенье но в общем наша поездка пока как то так она в подвешенном состоянии пока не знаю все зависит от погоды если же понятно будет стоять дождик то очень жаль но наверняка вряд ли поедем если будет стоять если нет в общем все еще есть время еще все 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 стадии решения потому что у нас и тут юбилеи и там праздник и и погода как-то в общем все в таком знаете как бурлит бурлит подсознание не знает что будет завтра а сегодня у нас что я готовлюсь сегодня печь пасхи то есть у нас все я вытащила все стоит в тепле и маслечко и сливка и яйца и молочко все 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 стоит и ждет своего часа вот решила именно сегодня не знаю ну вот так вот распланировала завтра буду украсить крашенки буду яйца красить вот ну в общем вот так вот что-то я так распределила и по ходу дела пасхи сейчас опару поставлю где-то там под в общем такая легкая уборочка то вижу там точечка там точечка там подтирают там подтирают то есть сегодня хочется все почему-то отмывать отмывать от от грязи хочется чтобы с украины грязь все вымыть и жить спокойно очень очень хочется чтобы эти дожди вымыли вымели веником и и вымыли водой все это все все что происходит сейчас вот так вот ребятки ну а в принципе ну что льет и льет 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 но нам так на улицу сегодня не нужно выходить я так смотрю все у нас готово я же привезла очень много молочки от света но именно из из того села я молочкой ну просто просто в захвате от этой молочки настолько вкусный творог настолько обалденная сливка и молоко и ну все во первых оно дешевле намного чем у нас вот а во вторых действительно такое качество что вот но сливка сладкая прямо сладкая хоть ножом режь творог тоже женя взяла малому творога ночью она делает запеканки часто делать сырнички все на грит мама ничего себе такой вкусный творог в общем очень очень хорошая продукция слава богу у нас много травы коровки хорошо кушают хорошие дают молочко но это зависит и от хозяйки тоже то есть как выдая на как вымота корова как собрано молоко как сделан творог и так далее но я не особо понимаю но я так я так понимаю что от хозяйки тоже очень много зависит кормление само собой а как хозяйка умеет это сделать это тоже действительно очень очень важно и вот и так что вот так ребятки вчера колбасу делали на ура слушайте такая вкусная колбаса спасибо вам за комментарии представляю как у вас стекли слюнки если кто рядом живете живет заходите угощу и понемножку но всем я такой человек то есть угощу заходите ну а в принципе очень выгодно мы так посчитали подумали что действительно ну что если есть в доме даже нету мяса да есть у тебя печень есть у тебя курица ну курица вроде как всегда можно купить нету грудок можно ножки снять мясо то же самое курятина и курятина то есть можно делать колбаску самим и меньше покупать действительно чесночок перчик соль все дела и токенная получилась колбаской выход хороший все это в миске положила пакетами за это самое в холодильнике стоит отдыхает так ну что мои хорошие желаю вам хорошего настроения хорошей погоды хорошего чистого четверга мойтесь выкупывайтесь вымывайте квартиру вымывайте выстирывайте все но это такой день я помню даже в детстве когда мы росли мама обязательно с утра всех всех в ванную все вымолись а потом по своим делам уже разбегаются ну так должно быть я не знаю как как у вас но я думаю также потому что на то он и чистый чтобы быть чистым и вокруг тебя была чистота а прежде всего чистота должна быть в душе в душе именно так потому что все идет от тебя что ты даешь людям то ты от людей получаешь я так считаю что дал добро получил добро и наоборот но я вроде как и вокруг меня такие люди живут со мной вместе и со мной рядом и родня такая что ну у нас не не принято не скандалить не обижать не не ну вот как то так сложилось и я этому очень рада но опять таки мы воспитываем сами детей да вот женя вчера выслала фотку они гуляют зданий в окружении две или три собаки даня весь захватишь вот так много собачек и можно ее пальчиком потрогать а я и пишу что добро она прививается то что у тебя в семье то и ребенок внимает к себе доброту ласку любовь братьям нашим меньшим любовь к природе любовь к веточке что нельзя ломать любовь какой-то там ползет не надо его давить потрогать можешь но давить не надо то есть но такие вот маленькие мелочи очень приятные когда дети у мамы учатся хорошему всего вам хорошего все ребятки ждем сейчас я буду заниматься пасхами не выключайте надолго телефон